Ирина Ермолаева обратилась в центр гигиены и эпидемиологии, но пришла она сдать на экспертизу не своего клеща, а подруги. По словам женщины, он укусил ее в саду. Вот только обращаться в больницу она категорически отказалась. Я считаю, что это безответственность. А так как друзья познаются в беде, я не могу оставить ее, так сказать, одну. И поэтому я вот решила сама поехать. Действительно, многие недооценивают опасность, которую несет укус клеща. А ведь такая серьезная инфекция, как клещевой энцефалит, может привести к параличу, что хуже к летальному исходу. Все помнят страшную историю, известной у Фимки. Красивой, успешной женщины, которая до сих пор остается при кованной кровати. Четыре года назад Ольгу Брайцар укусил клещ. Она попала в инфекционную больницу. Ей стало хуже и хуже, хуже и хуже. У нее сразу голова не стала держаться. Только кричит, мама, у меня не держится голова. Потом парализовала правую сторону. До сих пор женщина продолжает бороться за свою жизнь. А врачи из года в год напоминают об ответственности за свое здоровье. Самое главное здесь, что надо быть готовым к встрече с клещом в любом месте на природе. Поэтому должна быть правильная одежда. Надо использовать репелленты и акарициды. Надо регулярно взаимо и самоосмотр производить. То есть клещ не сразу присасывается. Он проходит примерно 15-20 минут до часа. Он ищет место, куда присасаться. Когда вы пришли домой, полностью раздеваетесь и осматриваете каждую свою вещь на просвет. То есть нет ли там где-то в складочке, в кармашке клещ. Кстати, специалисты отмечают, что встреча с клещом может произойти не только в лесу, но и в городе. Об этом на оперативном совещании говорил и Ирек Елалов. Тысячами участники субботников снимают клещей из себя. Еще там 5-10 лет назад такой активности не было. Это надо было уйти за город в лес, чтобы поймать клещей. Сейчас клещи атакуют уже городские парки, скверы, леса городские. На сегодняшний день медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось около тысячи человек. Ежедневно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на исследование приносят около сотни клещей. Уже в течение суток можно получить результат и узнать о наличии инфекции. В первую очередь надо клеща продиагностировать, какой был клещ, заразный, не заразный. После этого по результатам диагностики принимать решение, какие суроки, как, каким образом профилактировать человек. Если человек профилактирован, то ему ничего не угрожает. Профилактика означает, что пациенту, который укусил заразный клещ, необходимо экстренно ввести либо иммуноглобулин противоклещевой, либо другой препарат, который порекомендует врач. Поэтому большая часть заболеваний, именно заболеваний клещевым энцефалитом, приходится на те районы, на те населенные пункты, где не было своевременного обращения и своевременной профилактики. Например, в Белорецком районе было в прошлом году 15 заболевших клещевым энцефалитом. Добавим, что на сегодняшний день вакцина – это самый надежный способ защитить себя от клещевого энцефалита. Поэтому, если вы часто выезжаете на природу, врачи рекомендуют обезопасить себя именно таким образом. Анастасия Худик, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.